Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Сейчас пол восьмого. Наш выход на прогулку. Так, ласточку надо опять очищать. Мы с вами сегодня пройдемся немножко по деревне. Я вам сразу скажу, мы находимся в середине. Мой дом стоит почти в середине. Вчера выпало немножко снега. Ну и, как я говорил, в деревне несколько дворов. И мы с вами сейчас быстро-быстро дойдем до въезда. Обязательная процедура. Клескот. Так. Ну, что-то дымка затянуло. Я думал, будет немножко посветлее. Специально пошел, чтобы встретить зарю. Ну вот. Хотя бы так. Если что, сходим еще. Дело в том, что мы с вами сейчас пойдем в то место, где я случайно обнаружил. Ну, как случайно. Я хожу потихонечку. Хотя вы понимаете, что особо здесь ходить-то негде. кругом снег до пояса глубиной. Вот так. Какой-то маленький домишко. Здесь, я так понимаю, что лечебные травы они здесь продают. Вот написано «Хайль Планцин». Так, а вот и конец нашей деревни. Как видите. Ну, вот посмотрите. Действительно чистый снег. Перспектива уходящая в туман. Ну, я такое только в Сибири видел. Да и то в деревенской Сибири. Скажем так, в городе же такого не мог в том самом Новосибирске видеть, правильно? Так. Вот мы приближаемся к лесу. И сначала я так подумал, что, ну, опять та же песня. Будем шагать вдоль дороги. Вернее, по дороге. И все. Оказалось, нет. Есть ответвление. Сначала я не понял, что это. Потрогал ногами. Вроде твердо. И потом мы с Рексом продолжили исследование. Сейчас мы дойдем. отошли мы, ну, может быть, с километр. Вон там домишки нашего салона. Так. Рекс что-то увидел. Ну, а здесь, что, кроме зайцев, дорогой ничего здесь нет. Никто здесь не любит. Вот следы твич. И вот мы подошли к этому повороту. Вчера он был занесен снегом. А сейчас прошел чистильщик и открыл дорогу. А вчера это было занесено снегом. Только пару следов. Но я увидел, что человеческие собачьи. Попробовал. Оказалось, асфальт. Мне интересно детки пляшек. По четыре штуки в ряд. Это же куда-то ведет, в конце концов. Поэтому я решил отпустить собакина. И мы пошли в розетку. Я понял, что здесь есть шикарная возможность фотографирования. Не заходя в сам лес, извиняюсь, сегодня скользко. Посмотрите, насколько это красиво. Тишина, конечно, необыкновенная. Вдали от шума городского. Тихостанин. Слышите? Птички весело поют. О! А это кто был? Дятел? И вот мы с ним направились по вот этой сегодня уже расчищенной дороге. Расскользит. Давай. панорама, конечно, завораживающая, несмотря на то, что туман. Ну, не туман, а дымка. И такие просто величественные ели. я сейчас поближе включу, чтобы это было более заметно. Огромные. Вот, плетение ветвей, покрытых снегом. Тут мотив, ребята, на мотиве. Дышится точно так же легко, как везде в этом районе. Не знаю, то ли свежий воздух, то ли прогулки, то ли переживания за компьютер, которые до сих пор мне не подчинили. В общем, я килограмма три-четыре я чувствую, что я за месяц сбросил. не вставая на весы это чувство. Вот, тут немножко заячьих следов. Он побежал туда. Внизу, ребята, здесь великолепные ручьи, очень красивые. Я почему это знаю, потому что я отдыхал в этих краях. Я видел эту дикую почти природу. Ну, почему почти. Дело в том, что там, где я жил, там есть тоже зиблинги, бирги, да. Так, ну, давайте переключимся, наверное, теперь уже посмотрели. Сходит солнце, все больше и больше проявляется синего неба. Ну, сегодня будет такая переменная погода. я планировал вообще-то это сделать в обед. Но кто знает, что будет в обед, ребят. Поэтому я подстраховался и пошел сейчас. и вот оказывается, ребят, вот эта избушка на курьих ножках, которую я видел с тропы своего, от своего дома. то есть сейчас вот прямо по курсу это дом, в котором я живу. Те дальние деревья, это докуда я протоптал и мне оставался вот этот еще кусок. Но когда я увидел эту избушку, я понял, что я пришел именно туда, куда я протаптывал дорожку. Вот. Ну, скорее всего, это просто небольшой ангар. Для техники, я так думаю, не удается заглянуть. И вот там я вижу это водоочистительное сооружение. То есть вот это то, что я вам говорил. Сбегает ручье, сюда они попадают. Не знаю назначение, может, это небольшое водохранилище. Откуда я знаю? Ну, факт то, что вход, конечно, запрещен. Правильно. Зачем это надо? Чтоб ходили сюда в воду. Всякие олени писали. и тут вот тупичок. Нашел катешетие, подошел к конец. Вот я вижу этот ручей вот здесь в серединке. Он вот здесь протекает и попадает прямо сюда. конечно, когда стаит снег, мы сможем с вами пройти дальше. Ну, а пока вот наше путешествие по бродилке закончено. Я надеюсь, что сегодня и завтра компьютер будет починен, и я донесу до вас вот это видео. Всего доброго, друзья. Пока. Напоследок предлагаю вам посмотреть еще раз то место, где мы сейчас только были. Уже без утренней дымки. Видите, как все красиво, солнце всходит. Ну, а мы направляемся по дороге домой. Я надеюсь, что в будущем мы будем еще в Борде дальше ходить и будем находить интересные места. Рекс, не дурей. А пока я с вами прощаюсь. С вами была фирма Петерсон вот с этим вот дурним. Ну, что ты делаешь? Пока.